Послание к эфесянам апостола Павла Предисловие Эфес, митрополия, главный город Малой Азии Он чтил как высшую богиню Артемиду И в честь ее был там величественный и прекраснейший храм Который был уважаем всеми эллинами, но особенно эфесянами Так что Эфес даже назывался служителем Артемиды Это сказано в книге Деяний, 19 главе 35-19 Артемиды, не там и нету буквы Артемиды, хорошо В Эфесе очень долго жил евангелист Иоанн Иоанн Сосланный сюда и здесь умер И Тимофея там оставил Павел учителем Знаменитейшие из философов также жили в нем Итак, поскольку этот город был так набожен и так славился мудрецами То Павел с особенным старанием пишет кефесянам И поверяет им самые глубокие и возвышенные мысли Как уже получившим оглашение Пишет же это полное в возвышенных мыслей послание из Рима Где находился мудрец Поэтому и нам нужно особенное внимание Чтобы понять заключающиеся в нем тайны Итак, глава 1 1 стих Павел Волею Божию апостола Иисуса Христа Находящимся в эфесе святым и верным во Христе Иисусе Толкование Смотри, какая в то время была добродетель Святыми и верными он называет мужей мирских Имеющих жены детей А теперь и в горах и пещерах не таковы Давайте рассудим Святыми называют Мирских имеется ввиду женатых, наверное, не мирских Или живущих Может быть там еще можно толкование почитать Что-то будет сказано Давай Чтобы не придумывать ничего У нас следующее толкование там есть что-нибудь? Маленький Давай, благодать Второй стих Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа Толкование Сказав Благодать Прибавляет от Бога Отца нашего Чтобы показать Что сделала нам благодать Именно Она сделала отцом нашим владыку и Бога Ну и Господь То есть Сын по благодати к нам Соделался и Иисусом и Христом Он так как ради нас воплотился Наречен и Иисусом И осветил человечество Божеством Пожалуйста Я хотел на первую сказать Что вот о мирских людях Почему написано Что они имели мужей и жен Это потому что тысячный год пишет Хефилот болгарский Тогда уже были епископы неженатые И многие были неженатые И монашество было уже А послание которое апостол Павел пишет Было еще все не так Как говорит Христос Не так когда было И это Да Он же сам апостол Павел пишет Послание к Тимофею О епископске Говорит Кто епископство желает Тот хорошего дела желает Ибо епископ есть Муж одной жены Прям написано одной жены Ну то есть понятно что Одной жены значит Там что то связано С целомудрием Понятно Ну нормально связано Но у него жена Вот конкретно И написано И чтобы там он воспитывал детей То же самое говорится о дьяконе Ну а священнике не говорится здесь Потому что епископ он выше чем священник Понятно что и священство Там оно ниже епископства То же самое было Были они и женатые тогда Вот где этот самый момент Когда произошел этот перекос Вот смотрю передачу Там не взоров Но всю Россию выступает И в спокойном виде Очень такой спокойный Он там ничего там не шипит Не кричит Он спокойно задает вопросы Правда Единственное что он сам на них уже и отвечает Но это потому что ему то ответов никто не дал И он говорит Вот вся у вас церковь Погрязна в разврате Это как обыкновенная организация Любая организация Говорит Такая же у вас церковь Вы, говорит, погрязли все На каких развратах Чаплин стоит Какой разврат? Ты атеист Ты атеист А ты? Палец то убери Чаплин Просто поговори с ним Человек говорит что не правда Это где? А кто вы там свечку держали? А вы скажите фамилии и имена Да вы что смеетесь? Народ у нас совсем глупый что ли А они-ка не Писали все газеты В Иркутске когда это было Ну голубое лобби это все В другие там эти были Но педофилии в церкви Что мало писали что ли? Там такие Народ все это знает Их же потом убирают Этих епископов Раз убрали Да? Отодвинули на задний план куда-то Но это же не просто так Все понимают раз Это произошло движуха такая Значит что-то там было А если нет Ну тогда расскажите Сейчас вот суд этот Над петербургским Который зенит Команду зенит футбольную Как он ее? Окормлял Этот Евгений там какой-то Сейчас в Израиле Который живет То же самое И так далее Вот я вот в Тогуле Приехал только в 96 году В Тогул В январе Сразу там уже этот Отец Суртаев был Владимир Он с Клипманова ездил в Тогул Потому что Тогульского Посадили За разращение Малолетних Четыре поступка От 12 до 14 лет Ну это чего такое? Скажите мне И чего этого никто не знает? Да весь поселок гудит Я иду в церковь Рассказываю людям о Христе Они мне Ага, знаем этих ваших Он у нас был тут этот И все И как? Не говорите что ли ни о чем? Я не могу понять этого И вот теперь дальше И вот теперь вот Это насущная проблема Ну вот Невзоров вышел бы И допустим Он бы не с Чаплиным разговаривал С Игнатием Тихоновичем Лапкиным Он бы нашел что ему ответить Игнатий Тихонович Но пришлось говорить бы правду Да А она как говорится Нелицеприятна правда Да есть А почему? Да потому что Не по слову Божьему живем Даже по слову Божьему Мы не можем епископов поставить Самых главных начальников над нами А почему? И сейчас говорится Да он обращается Со словами Святые Праведные Братья К мирским людям Которые имеют Жен И детей Это что такое? Это что это? Как-то пренебрюжение немножко что ли? Или я не пойму? А дальше что будет? Епископ Приехал наш епископ Сразу Малышей соберет И сидит улыбается Фотографии Он гладит малышей Ему приятно Так если По вашему там Умозаключению жить Не надо этих малышей тогда вообще Все тогда девственники Дружными когортами С этой стороны женщины С этой стороны мужики И идем вперед Собираем христианство Так сколько мы пройдем? Ровно свою жизнь И после нас останутся кто? Пеньки Никого же не будет Мы же и там скажем Вы что там не жениться всем? И к чему мы пришли? Да такого и быть не может Христос и не говорил об этом Если мы начнем читать Написано А если там о девстве говорится Кто Как им называется? С копцами Да А там с копцами Это кто У кого Кому как положен Положен Христос Кому как дано Ну это как Духом святым будет На сердце положено И мы видим Мы же тут Мы же все видим Находясь Будучи в церкви Что как тяжело Быть с копцом духовным Это нужно постоянно Находиться в духовном движении В духовном делании Это нельзя Себе Попустить себя Ни на йоту В плотином Ни в пище Ни в питье Ни в одеянии Ни в покое Ни в чем Ты постоянно Должен нацелен И быть на программу Только одну Христос Я служу тебе Я свою душу Отдаю Жениху своему То есть на немножко Наоборот получается Как бы И даже мужчина Может отдать Душу свою Христу как же Как невесту Да у невесты Ну получается Вот оно девство какое У нас же что Все с точностью Да наоборот перевернули И теперь за каждым гоняются Так молодого увидали Давай сюда Постриг тебе Ты понял Червячка Он будет ко мне ползти Чтобы да 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 Дайте я буду И они ползут за чем то Почему Это юношеский максимализм Вот у меня Такой же он был Я только увидал Прочитал добротолюбие И вот Прочитал добротолюбие И у меня Перед глазами Картина вся Воображение лихое Просто у меня Я распроставил себе И понял Так мирлянам Вообще не спастись Женщинам Практически нету спасения Только если В монастыре она будет Так детям Дети Кто такие дети вообще Дети Выпросите их на помойку Славку истории И все Больше ничего Потому что там о них Ничего не говорится Как спастись Только монахи 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 залезьте В пещеры Глубже Надежнее И можно повыше Чтобы только Как можно меньше Тебя видели Но чтоб все знали Что ты монах Да что кто то там есть такой Ну пожалуйста говорите У меня еще Трудно пересказать Братья трудно Ты много тем поднимаешь И сразу Вот Вопрос о том Что обличают Вот Невзоров Да Игнатих значит Ответы как раз Невзорова писал Это не писал А записывал Притыкаются О грехах людей Начинают перечислять Вот такой то Эпископ такой то И начинают Грехи поднимать И это кажется людям Которые ну Атеисты воинствующие Думают что вот сейчас Я что то такое скажу И люди наконец то поймут Какая то Мракобесие Это церковь И туда не пойдут Зачем они это говорят С такой же целью говорят Чтобы отвратить Людей от церкви А вот И мы говорим Вот сейчас живут не по Евангелии Апостол Павел Вот как раз Первое коринфянам Я сейчас держу Закладку руками Чтобы прочитать Что уже было в церкви Уже было в церкви Апостол Павел об этом знал Написав письмо Именно с таким же обращением Вот здесь мы читаем К эфесянам Святым и верным Во Христе Иисусе Апостол Павел Обращается так же К коринфянам Павел волею Божию И так далее Находящимся Освященным во Христе Призванным святым Вот такие слова А дальше что мы читаем Пятая глава Это уже послание Есть верный слух О чем он сейчас будет говорить Что у вас появилось Блудодеяние Это не в двадцатом веке Не в двадцать первом веке Это тогда в первых веках Когда еще апостол Павел Проповедовал При его жизни И при том такое блудодеяние Какого не слышно Даже у язычников Такая язычники Это люди Которые Христианскую мораль Не признают Там Как говорится Дело что хочешь Но даже у них Такого не было Какие что появилось У вас у коринфян У христиан У закваски мира Какого не слышно Даже у язычников Что некто вместо жены Имеет жену отца своего И далее он там объясняет Это у вас У христиан это есть Но перед этим он обращается Освященным во Христе Ну давайте туда Александра Невзорова поставим И пускай он обличает Эту церковь Каринфскую Так ее уже обличил апостол Павел Он ее обличил А во втором послании Каринфянам что мы читаем Они покаялись Они плакали И так осуждали Этого человека Блудника Что он даже уже Блудника начинает Сильно то там его не угнетайте А то он в отчаянии попадет И вообще Руки на себя наложит Я вольно пересказываю Заранее говорю Поэтому Не надо удивляться Что в церкви Есть такие люди Которые совершают Какие то грехи Это церковь Люди не надо Не надо идти за людьми За епископами Не надо идти Епископ это раб Божий Который выполняет свою работу Которую дал ему Христос Надо идти за Христом И здесь вот как раз По толкованию Обращение святым и верным во Христе Можно объяснить очень просто Именно теми же Принципами Которыми объясняет апостол Павел В послании к Арифинам Избранным во Христе Вот ключевое слово Освященным во Христе Иисусе Но это освящение можно потерять Конечно его можно потерять Просто впади в грех И ты потеряешь это освящение Ну ты же изначально был освящен Значит он и обращается тебе Как освященным И все А вот у Феофилак Болгарский объясняет Так что видите какие были люди Тогда Это даже были миряне Ну конечно это 10 век Епископы были монашествующие Естественно Он пытается привести пример Ну вот Да это конечно хорошо что там апостол Павел обличил Это понятно Но мы тоже кое-что там читали знаем Но тут разговор идет не об этом Идет о канонах Вот тогда апостол Павел то каноны то не составлял Не составил он их понимаешь канон этот А там написано еще и о скотоложестве и о мужеложестве И все это сейчас заложено в эти речи вот этих безбожников Невзоровых и там и же с ним То есть по полной программе раскрывается все А это уже тебе не просто прелюбодейство какое-то Это уже даже нету такого столько лет епитемии Да пожизненного Все за эти грехи Это не просто грех Это катастрофа человеческой судьбы И до этого доведено Как раз потому что по слову Божьему не стали жить Вот о чем я говорю Ну да женщину он там имел там жену Но он покаялся А здесь и каяться нельзя За него и молиться даже нельзя Как бы так Ну можно молиться Ну в церкви никто не будет За скотоложника какого-нибудь За мужеложника Покаяние возможно во всем И конечно и человек если покаялся Он идет и кается Ну вот я думаю что достаточно Это грех который Что ты споришь В пятой главе был достаточно большой Что ты споришь А с католожницей Вот давайте Как стих этот увязывать будете Что на церковь святая и не порочна Вот этот стих На все наложите сверху Вы главный стих то не берете Покаялся не покаялся Церковь свята и не порочна Свята еще можно объяснять Что благодатью Помытый кровью Христа Они порочны Это святой образ жизни А порочные Порочные это не церковь А здесь порог который У язычников не слышала Как эти слова совместить Ответь пожалуйста Объяснение то есть такое Научное может оно у вас Не не научное Реально чтобы Любая бабушка Могла принять и сказала Да действительно я теперь поняла А вот я Читал катехизис И там объясняется просто Церковь это царство благодати Духа Святого И если человек на земле Приобщается Этого царства То он в церкви А если он Живет порочно И он Автоматически выпадает Из этого царства Внешний человек Может ходить Ну что то делать Какие то действия совершать Но он будет вне церкви Вне церкви Вне духовного тела церкви Потому что церковь это Христос И То есть вне спасения Вне спасения И как же А это И является епископ или патриарх И какая через него благодать идет Еще Богу Нужен такой сосуд А как говорят Грешников Бог не слушает Четко ясно сказано Люди ходят Причищаются А там может Ничего нет Полный храм чертей Рогатых Которые в рот Толкают уголь Житие Святого Макария Александрийского Люди Причищаются И все видят Помпа такая Выходит священник Евангелие А он ничего не видит Он видит черти в храме И ходит И людям в рот толкают уголь Все ваше причастие А причастие Причастие Говорят ангелам Вот рукой у нас это в алтарь Никто не видит один Почему это житие прячут 17 января Ну Дашь отвечай Ну если перешли на житие То Нет, ну я пример Я к тому что Я понял, да Пример, то есть Говорят о чем Что Если говорить о Сосцилации Я просто не помню какое житие Но есть и другое Когда люди приходят И там стоит недостойный священник А люди достойные Которые приходят и причащаются И Видимость Видимость Одному святому было видение Что Священник лежит связан А сам ангел людей причащает То есть А хотя причащает Священник А когда понять Когда уголь толкают Надо совмести эти два жития Так это значит Недостойные приходят грешники Они не знают Зачем А мы не видим ничего Мы веруем Мы в себе самому должны Верить во Христа Как можно Все связаны Он уже ложник Он вне церкви Вне церкви Ясно Никакого ангела не надо Показать видение Все знают открыто Он открыто студентам Принуждает к этому О чем Кураев пишет Можете тут быть благодать Тогда по всем канонам Он извержен Извержен из сана Полностью Или ждать когда Синод решит там Когда Синод А Божье решение Ничего не значит Тут видите от совести же Зависит человека Который Если человек не знает Он такой Если ты знаешь Что он заранее такой Ты можешь к нему не идти Но бывает Что человек просто Ну скажем Все знают Определенно говорят Пишут мне Знают Пишут А еретики Вот еретик Епископ еретик Грех блуда И грех ереси Грех ереси Грех ереси Так Он еретик Но когда он покаялся Его принимают в сущем сане По канонам И его никто не перерукополагает Никто не делает из него Нового епископа Он был епископом Католическим Он покаялся в том В чем католики Не согласны с православием Его оставляют епископом В сущем сане Где такое Канон Здесь говорим о грехе Да Мы не в ту сторону пошли О грехе Который явно для всех Его изобличили Но его перевели на другую На Костромскую Северославие в Кострому И он опять то же самое делает И даже не стыдится И прямо говорит Да я гомик Ну Конкретно Шесть священников Из московской Патриархии Перешли сразу За рубежную церковь Среди них Отец Иаким Почему? Феодосий Омский Говорит даже страшно Какие грехи И никто там приехал Снычок и Иоанн Который уж святым считают И они на него Не положили никакой Эпитивии То есть собака На свой хвост Не наложит Ворон в глаз не выклюет И они ничего не обидят Что абсолютно бесполезно Разговаривают Шесть человек Отошли сразу Идти в тихий Даже говорить страшно Что делают Рукоположение только через что-то Как говорится Мисс только через постель Деканиса Это как? Какая благодать? Или мы играем А почему? Говорит оба упадут в яму Не написано Что слепец падает А я не знал Я просто шел Я доверился ему Оба упадут в яму А это вообще не толкуется Толковать то и нечего Оба опрокинулись Тебе даны глаза Почему Ян Затолус говорит Смотри вместо пастыря Не избери волка Не избери Куда он тебя заведет Поэтому не просто Батюшка благослови Батюшка благослови Феофанда Творник говорит Священник говорит Благословляю А Бог говорит Не благословляю Что будет утверждено на небе? По твоему Благословение Божие будет А почему в Малахе написано Вы благословляете Я прокляну ваше благословение И уже проклинаю Благословение Это не о мирских людях идет Потому что идет в разрез волю Божией Поэтому он проклинает И вот до конца надо говорить То есть спасение в наших руках Вот это вот первый вопрос Ответили правильно Этот человек который совершил грех Он вне церкви Вне мистического тела Его там нету И церковь святая не пороща А вот для этого эти эпитемья Которые показывают Что они в церкви А теперь когда они отменили Все эпитемии Вообще все отменили И получается Вся эта мразь Вся эта диколь Вся эта зараза Все это находится внутри церкви И поэтому Невзоров здесь Он говорит правильно Правильно Он видит то что есть А если бы знали Что они отменили Сказали А они сказали Да нет он давно отменили У баптистов отделенных Строго смотрели за порядком Ну там Винц был Который И Прокофьев И сумели подослать Бобенку какую-то И сфотографировали Показали Ты Ивана Андреевича Михалева знаешь Он говорит Мы его сразу исключили Его больше не напоминают Это сват ее У нас этого не сделают Они Повязаны грехом Крышую друг друга И поэтому Здесь надо быть Бдительным день и ночь А не так что Ну он связанный лежит А кто то совершает Где это связанный Покажи в каком месте связанный А кому Кому то видение Какое назови житие Покажи Я не помню Я его говорю Я заранее сказал что я не помню А я тебя называю 17 января Житие Макария Александрийского Говорит не просто так махать Ну я знаю там Песком крестили Я говорю где ты нашел Я считал Ну покажи где Я тогда открываю Духовный лук Страница 192 Они шли дорогой Заболел еврей Они песком Пустили его Пришли епископу Дионисию Говорят так и так Он говорит не вы думайте Идите крестите Дальше вторую часть отрывает Рядом Она через запятую И вот эту вторую часть Не могу ни одному вдолбить Показываю Вот написано Издана Московская патриархия Смотрите вот написано Запятая дальше Он ни во что поставил Говорит не вы думаете Идите крестите в Иордане Это не Никак не говорят Почему Они уже повязаны в этом Они ничего не принимают Они против Бога воюют Против заповедей Против канонов На каноны которые изданы Мы должны смотреть Не как на каноны На 1500 епископов Полторы тысячи Сегодня прихожан Это одни епископы За все соборы Которые были И они намерто все Отвергли Где православие Его нет православия Без соборов нет православия Это секта Сегодня во всем В эфире везде Самая большая секта Московской патриархии Они отсеклись От благодати Божией Они отсеклись С Библии Вообще ее в руки не берут От канона Подстеклись К житиям не верят К трудам святых отцов не верят Они полностью засохшие ветер Деревья дважды умершие Исторгутые Вот что пишут в интернете Да Игорь Я хотел сказать по поводу То что Игорь говорит Про жития святых Это разговор идет О священниках Которые недостойны И еще нету суда над ними И они дают причастие И там вот в этом житии Написано что И видел там видение дьякон Как этого священника Ну как душу его или что Связанную И эти мавры Ногами запинывают под лавку И там его держат А ангел дает причастие То есть тут вот о чем речь идет Может быть он кому-то там ангелы не дает причастие Может кому-то уже там и уголь И об этом не написано дальше Просто о недостойных священниках Ну это же не надо А я не достоин Ну пускай моя душа под лавкой Но я то тут стою То есть как бы на моем месте ангел А молодцы ребята Придумали тоже В каком житии это написано? Я не знаю Это про мальчика написано Есть, есть житие Мальчик Рассказ Мальчик он пришел И бабушке говорит Меня который крестил Тебе он говорит А его нету Он говорит он лежит связанная Это мальчик А да да точно И такого жития то даже нет Это не житие Ну нельзя же так все это Это рассказ мальчик Они за это усыпились Все я связан Но кто то совершает за меня Там Да ничего нет Это в аду давно прописан Аминь Тут вопрос видите какой Что враги церкви Которые будут искать В священниках В священниках В священниках недостатки И говорить прихожанам Вот видите у вас Недостойные какие люди И народ скажет А куда нам идти А он скажет Никуда и не надо идти То есть он цель свою достиг Он отвратил людей А вот смотрите А вот смотрите С другой стороны Вы неоднократно говорили Вот вы сказали Я вам ваши слова вспоминаю Что если допустим В крайне критический момент Есть благодать на священнослужителей Пусть это католики И мне необходимо причаститься Я причастюсь Почему? Потому что на нем есть хиротония Благодать рукоположения И он все преподал Но вы значит значит Получается это противоречие А он то и в ереси находится А может быть вы даже не знаете его тайны Дела которые он совершает А вы все равно идете к нему напечатать Может быть это одна разница Может быть и один не знает Зачем я буду надумывать на него У них тоже это знают Их запрещенных сколько Они задолжали Подают в суд родители За совершенно Ну там совращение малолеток Тому проще Это не два не три Кажется Четыре миллиарда долларов И они храмы продают Костелы Чтобы рассчитаться С теми которые родители Претензии имеют Вот цифра то какая Это их все знают А не знают Тут никто не знает Выдумать не надо Тут надо быть осторожным Не говорено не было Не было А было говорено На суд А другой молчит значит Правда тебе говорят А надо его напали Он как выставил все данные При мне При моей жизни У меня самый большой противник Был это настоятель Покровского собора Отец Николай Войтович Боролись с ним 25 лет Проповедь не хотел говорить Все вел как надо И вдруг о нем молва пошла Что он такой И там 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 Ну и молва то идет Безбожники торжествуют А он мне враг Мне только то и надо Наконец то все таки До тебя добрались Ведь я так не поступил Я начал расследование сам В этот самый пик подъема у меня был В университетах В школах В милиции В воинских частях На заводах Я вел занятия по радиопрограммам Я везде стал говорить Неправда И доказывай Не просто сказал неправда А неправда вот откуда то вышло Кто это сказал Это я все должен был узнать Сказать И все развеял Так он узнал Ты видел как он на меня смотрел Уж чего ожидал в жизни Он чудо Но такого не видел Главный защитник Самый враг стал А на меня нападают люди Они меня вообще не знают И в Финке 13 лет у нас Приехал сюда Он говорит У меня мысль была Ну ладно община Ну она ему там назначена Каноническая территория Но как с Игнатием владеть буду А когда приехал После мне говорит А я говорит Смотрю а где Игнатий Совершенно другой человек Послание говорит силен А в личном присутствии Незначительно Мы с ним пасем овечек Солома там мы залезли Валяемся целый день Игнатий Игнатий Вот тут такой момент Видите Я не знаю о каком Епископе вы говорите Слава Богу Но вопрос Я его как бы Не о нем информацию Вся дочь и омский Вот смотрите А если бы этот Действительно В чем его обвиняли Был такой и есть Вот вы его сейчас Провели личное расследование И те грехи В чем его обвиняли Этого не было И он стал вашим Ну К вам расположился А если бы действительно Эти грехи В нем подтвердились Его надо было убрать Ни один Ни два Ни три А его бы не убрали А он не убрал Сын еще приезжал Уехал и все Представьте его бы не убрали И если такие епископы есть И их не убирает На кого идет поклеп сразу На патриарха Сразу отойти Отойти от них На патриарха Значит патриарх Не хочет убирать таких священников Значит что Вообще и структура выйти Значит что Ну структура Да ты понимаешь Везде пишут то Какого там посадили Квачков то сидеть то Пидор Этот Кирилл и прочее Пидор везде Во всем интернете Пидор Другого ему названия нету Но я теперь должен сказать Не доказано Отстаньте от этого Того посадили А это говорит не тот А полковник ГРУ Все что-то вызывали Мы должны быть очень осторожны с этим Но когда уже доказано Каноны для чего даны Для священнослужителей Значит раз они Каноны даны Значит были эти грехи Значит что Извергаются навсегда Но Он имеет право Причаститься на следующий день Или в этот день Два наказания За ним грех нету А говорят А почему Да потому что он Извергается навсегда А тебя за этот грех отлучили Ты можешь через 15 лет Быть тем же самым Действительно так Каноны составлены Настолько умные Настолько щадящие Вопрос тогда Как Вот брат Игорь задал вопрос Когда случился этот перекос Когда епископов Когда епископам Женатым запретили Быть епископами Игорь не ответишь Скажи в этих книгах Он научился показывать Скажи в этих книгах Все там сказано Все Но есть один там момент Какой мы все отвечаем На эти вопросы И сейчас Как я не помню его Монах был И был собор Святых отцов 7 век И там стоял вопрос Чтобы и священство было Неженатым Вот что дело И он один встал А он был девственник Из иконик Как же его Евсевий Не Евсевий Ну у меня записано 7 век Да И он встал И сказал Нет Говорят нельзя это делать Написано В слове Божьем Что Одной жены муж Оставим Священству Жен И оставили жен А католики Этот вопрос Опять подняли Все время И сейчас у них там Этот целебат Голубат Все И отсюда Продают они Эти костелы А у нас Слава Богу Цель на баб Первая Тимофея Третья глава Епископ должен быть Одной муж И так далее Почему в православии Женатых Епископов нет Когда этот Перекос пошел Второй вопрос Журавлев остановил Перейти к Слава Богу А где там не написано Не знаю Я не отвечу Смотрите Я сижу со священниками Тут же архиерей сидит Я говорю Скажите Вы верите словам написанным В Ветхом Новом Завете Не прибавлять к словам Божьим Да Он говорит Наложу язву на то Но это к откровению относятся А второзаконие Говорит Не прибавляй к словам Моим Иначе то и то И не убавляй Считаем Второзаконие Открываем 4-6 30 глава 5-6 стих Притча Соломона Всякое слово Бога Чистое Не прибавляй Чтобы не ты не казался лжецом Верите я это Верю Хорошо Слово Божие вы знаете что такое Ну да это Библия Давайте запишем Библия Слово Божие И к нему нельзя добавлять Считаем Главная молитва какая Отче наш Молитва молитв всех Выше ее нету Отче наш Зачем к ней добавляете А где добавляют Ну в конце вы добавляете Ибо твое есть царство Сила и слава В веке аминь Ну да А ты как считаешь А я как считаю Ну каждый день считаешь и забыл Вопрос то поставили Все вверх ногами А ты говоришь Ибо твое есть царство Отца и сына и святого духа Откуда ты взял отца и сына и святого духа то Ты добавил или нет Так еще так и считаем Я говорю Ты уже 50 лет мазоришь язык на этом 50 лет священникам и не знаешь Ты добавляешь Ну сегодня ты узнал Ты можешь выбросить эти слова Они не поставлены Составьте свою молитву Отца и сына и через одно слово Отца и сына и святого духа Но это молитва Господня библейская Да Добавлена Добавлена Бог говорит Наложу язву Вот вы больные все эти ноги у вас болят И выкинуть не можете Потому что библию отбросили совершенно Можно Но из богослужения Ни буквы нельзя взять Ни добавь ни убавь Они перенесли на богослужение Я исследовал все время Не просто считал Я в самом простом стараюсь найти А с чего началось Где корень Как из этого состояния выйти Игнатиныч Ну вот вопрос тогда Вот в связи с этим У меня постоянно Ну вот это Штирлицы Видели же Штирлицы там разведчивые Вчера батюшка смотрели только И я все время смотрю Ну а такой же хитрый гад В православие не мог залезть И специально натворить Ну с сатаной связанным К примеру Вот такой хитрый был Вот все исполнял И все таки Вот такую запустил в змею А может быть еще в чем-то Видишь Игорь Ну может быть или нет Игорь Все может быть Потому что православные люди Сами себя защищают А Арри Пошел в отхожее место То есть ни в туалет Ни в сортир Ну ладно И там Долго его не было Его тут ждут Зашли вон в глое То есть в дерьме Из-за чего Шрево расселось Лопал живот Так надулся Надулся Черемухи наелся И никак И вдруг лопал живот Я разговариваю с врачами Скажи Может быть так Чтобы разорвалась там Внутренняя кожа И выполнил Он говорит Нет Никогда Ну вот отсюда Делайте вывод Его зарезали православные там Зарезали а теперь поставили А до края православные могут Вы же не читайте Про Льва и Саврянина Как убили его В алтаре В алтарь нельзя никому заходить Только царскому достоин Он царь зашел Православные подкараулили Охранника рядом нет Охранник тамирянин Ему нельзя И в это время при пении Такой-то молитвы Рождественской Они врываются И начинают И он защищает А у него только крест Долой рука И тут же убили И слава Богу Убили Наконец от гада Избавились Ни служба Ни алтарь Это православные Чего же молчите Почему вы нигде не говорите У Яна Затруса Друзья Долгие Три брата Понимаете не так Приезжает патриарх Теофил Александрийский Он не может их найти А найти очень просто А они в пустыне Но пустыня то где Нанимает воинов Напоили их Идите и ищите Находят 20 человек Монтакты есть Да есть Рожен Божий Но власти Я представляю как У вас были долгие такие А кто это такие Скрывают Всех зарезали Пошли дальше Десять тысяч монахов убили По поверению патриарха Его даже патриарха На замечание не поставили Не поставили Чего вы скрываете Это наша биография Наша Наша православная А он кто Дядя Кирилл Александрийский Который святой А Кирилл Александрийский Он родной племянник Убийца Палача Иоанн Ватауст умер Уже канонизирован Он не хочет поминать его Дядя У него и убил Фактически И он не хочет И святой А дальше Дальше выходов нет Поминать Правильно Чтобы было Так уходит И теперь стали поминать У нас Баснописцы Ну а ты как понимаешь Как написано Это в житии Дмитрия Ростовского Кирилла Русалимского Признали святыми Иоанна святым А того нету Я ничего не могу сказать Я просто цитирую Что есть Поэтому осторожность Не торопись с выводами Не торопись Сделали замечание какое-то Не выскакивай Сиди и молчи Рот вот так в ниточку в одну И можно с собой даже запутать скотч иметь А то у нас так Разойдется И никто его Ни епископ Ни патриарх не остановит Пока у него оттуда не выдает Товотница все Неправильно это Надо молчать Вот сейчас эпизод с Кириллем Сандрийским Какой век Четвертый Вот вы говорите о том Что Патриарх хотел Пятый век То есть Мы видим что Уже и в пятом веке Да На уровне Патриарха Мы видим такие страшные нарушения Как убийства людей Нарушения Ну нарушения Уголовник Убийство Уголовник Убийство То есть То что сейчас мы видим Нарушения Искажения в церкви Православной Они не новые Они были всегда в церкви Так Вот Ну а как вот с практической точки зрения Человеку Спастись Вот смотрите В то время живет человек Если Патриарх такие действия делает А Патриарху то подчиняется вся церковь Целая Александрея получается Да А там епископов я Ну грубо говоря там 50-100 епископов А священников вообще И в конкретном итоге Если сам Патриарх в этой структуре Такой беззаконник То получается вся И весь епископат И священники тоже Никак нельзя Он отвечает только за себя Никак А как то весь епископат Некоторые не знали про это ничего Так и мы узнали написано А некоторые там живут в Александре И в Византии Это же большая разница А другой континент Африка и Европа Этой Азия Еще сравнивают То есть не относятся Конечно нет И они не знали Мобильники не работали еще Спутники не запустили Тут надо быть во всем осторожным А что делать? Просвещаться И говорить другим Здесь эпиграфом должно стоять Иезекииля 3.18 Я знаю какой эпиграф Я просил у Бога Выпросил это 3.18 Вот хорошо Вчера я разговаривал со словаком Владимиром И он говорит Я говорю Знаешь в это время Убили там Женю У меня там написано Для Слова Божия нету где-то Я не сказал кто убил Сейчас ходил думал Думал Аман Кулов Из памяти вспыла Он говорит Разве убил Было убито Тут бы знали Значит А я думаю Как Крепко умели тайну хранить Даже в одной зоне И он не знал А я говорю Отряд который убил его Он Бригадир Из заключенных Ну палкой ударил Череп пробил его И убил А я с Женей с этим Близкий был уже Он рассказывал Он Не за доброе дело сидел То у него пистолет был Но никого не убил Я говорит Ожерелье снимал Ну и пройдет года два Говорит Я поехал в другой город И сдать чтобы Девчонки снимал Приехал туда Только сдал Говорит Меня сразу повязали Говорит А пистолет то я спрятал Если я выйду Дескать выйду Все сдам Уже ничего не сдам Что то он провинился Этот Аман Кулов Бригадир то Его ударил палкой По голове И видимо Убил то убил Убил то убил Теперь ему срок Я размышлением Если узнали Как с ними поступать Но он вне церкви Это ты абсолютно Правильно ответил Он автоматически выпал А чтобы принять его Теперь каноны действуют Он идет процесс Ощищения Вот это Ощистилище Ощистилище Такое у католиков Вот Мужеложник Ты сказал там На пожизненно Пожизненно нету Есть только один Один канон пожизненный Только один Когда от чужой епархии Епископ Отхватит какой-то приход А то епископы Для себя создали На мое Не трожь не подходи Только за одно А мужеложество Приравняется Скотоложеству И сколько это Двенадцать лет Двенадцать лет кажется Больше нету за это А за волшебство Как Кашпировский Восемнадцать Переравняется К вольному убийству Вольное А невольное как Плот с дерева Сбивал палкой Ну палка туда летела А ребенок заскочил Палка падает И в лоб Ну и висок И убил его Это невольное Не хотел И пятимесячно будет Священник трогается с места Машина Он не видел Ребенок играл И заснул под колесами Он задавил невольно Сам снимается Сам снимается И поэтому священник Не должен за рулем сидеть Не должен А они сегодня как Прихожан Двоих задавил Говорит Опять завтра выходит Служит Да какие это каноны И выходит главное И все в интернете связано Он пьяный Такая просто гадкая рожа Нахальная Просто светится Нахальством Ну и что я пьяный Кто мне за Ну ты человека задавил Вон Лез зря сюда Да То есть смотришь Это выродок какой-то Это все понятно Но зачем Тут доказано все он задавил Канон то почему не действует Вне церкви Каноны убрали Дверь открыли И хлынула вся эта жижа Пульпа туалетная Вот кто они такие А за это отвечают Будут епископы Патриарх и Синод Они церковь смешали с грязью Каноны отвергли Значит ничего нету Чаще исповедуйся Чаще прищищайся А прищищаться надо Каноны считать Надо готовиться В русском народе Никогда не было От князя Владимира Чтобы чаще Четыре раза в году Посты Ты хочешь узнать это Сходи к старообрядцам Вы каждый день Прищищаетесь с тобой Или нет Четыре раза в год А во время поста Кадаговей так Почему старообрядцы называют Они держат старый обряд Они кроме обряда Держат и другое еще что-то Мы вчера с батюшкой смотрели Интервью Брали у корнили Метрополита И он отвечает Там его спрашивают Обо всем Барнаульский храм Строящийся показали Вот Как есть Вот посмотри А спроси у них голову мочили Хоть одному Ни разу Ни одного Нигде Никогда А может быть Не может быть Это в зачатии этого нет В зачатии нет В зачатии нет Так Чтобы он там служил Вышел во двор И стоял Курил священника Не может этого быть Не может А здесь как Епископ стоит И курит Я решил подойти Благословиться Он говорит Ты справа Брал Греб В руку Паперосу Положил Греб Это в норме Порядки вещей у них Что смотреть будем на это Пример где нам показан Там где живут свято чисто Скажи они могут вот так Чтобы в общине было А они знают кто мы И когда в епархии разговаривали об объединении Там Беляев был священник И четыре Войтович сидел там Карелин Или кто там И говорит А на вашу общую нас никто не потянет Ни один священник не возьмется Это они понимают Это мы привыкли так говорим Вызывающий себя кто-то даже ведет Это можно объяснить чем-то еще То что человек Воспламенился видя беззаконие Но Все знают Евангелие Даже самое простое Что мы делаем Обыденное такое У них этого нет Кто когда у них Боролся за десятину До такой степени Что человека потерять До того что на 2000 лет никогда не было Оцени сегодня это Это нам Бог дал такую ревность Ревность по Богу И поэтому они это понимают Нас затащить только для этого нужно Чтобы мы не были святильником Размазать и нас не было А как же других тогда посылаете Вроде золото опасно добывать Ты не идешь Мне говорят А других посылаешь Тебя не знают Ты можешь трудиться Мне работать там не дают Вот это вот Это главное Что они должны смести Убрать чтобы не было книг ни одной Они за каждым человеком охотятся Мне нельзя быть А с улицы которые приходят Я отправляю патриархию Там может он быть Он многое слышал Здесь взял Там может работать Пока они опамятятся И жизнь кончится А меня они знают И меня знают Пугали там Почаева Уже два года наверное Исследовать мои книги Молчок Ничего нету Почаева это центр Сказали 29 января На вас будет решение Сегодня уже 31 еще нету И Владимирович Хлюкнут чуток И что там молчат опять Опять да Благодать, рукоположение, личные грехи Вот как взаимосвязь Вот смотрите Священнослужитель согрешает А человеку надо причаститься И спастись Но у него нету выбора Вот у него только вот это Священник на регион Или там епископ Он должен ехать в другой регион Или выискивать Как вот это Греху разница Игорек Не я не просто что вам Пытаюсь оппонентную Я хочу разобраться Какой грех Какой грех Я должен разобраться Какой грех Мне сказали Такой, такой Я говорю Какой Как говорится За ноги держал Нет Я от того слышал На меня говорят Я плотником работаю На меня так окружили Дали работу Отдельно в степи И чтобы никто ко мне не подходил Город Искитим Я там работаю А одна женщина там сказала Я подошел Я говорю Вы говорили такое А она смотрит Я как работал С топором подошел Она не на меня смотрит А на топор Тем более знаешь Что в жертву приносят Бактисты эти Я говорю Ты говорил Да это не я Это Катя сказала Да ты не плачь Женщина здоровая Крепкая Развинилась Так Где Катя Зови сюда Ты говорила Да ты не на топор Смотри на меня И все кончилось Нигде нету Другой мужик Что то там такое Он маленько как Пониже меня рост Ну а я тоже Все время с топором Плотник же работаю И там куча Большая земли Он туда зашел А я к нему подошел Володя Ты что пристал ты ко мне Я не пойму Ты подходишь Я вот так вот поднял Я все время на физической работе Локтями его зажал И локтями вот так вот приподнял Он землю то не может Он моргает И стоит Я его отпустил Ничего не сделал Так он прибежал Где рабочий Бактисты Что ты меня не зарубил Да вы знаете как Он какой он сильный Он меня даже не трогал Я как в воздухе висел Говорит Все кончилось Я ничего не трогал Где то надо поступить Может и так Александр Иванович Устинов Володя Устинова Он боксер Работает Токарные станки Ну токарные станки то Вот такие Ну один подошел Да что свой боже Он говорит я терпел Терпел Гляжу терпение кончается Ну я как дал ему Он через этот станок А прокинулся туда Через станок Упал Говорит не знает куда идти А рабочие все видят Как грохнули над ним Хохотать то Больше ни разу не подошел Ну Отец Арсения там Считаешь про одного Как это На карачки поставил Заставил ползать Напали на него Кто считал Это Арсения Ну он военный был В разведке Ну он военный В разведке работал Четверо напали там Ну он когда Напали по настоящему Так они потом в церковь пришли Говорит Никогда не думали Что поп драться умеет Так и здесь Какой грех Выхода никакого нет Если такое Ехать в другой регион Но не просто ехать Немедленно ехать Как хиерею Незаочно Добиться приема Написать Сказать Другого выхода нету Ну вот я узнал Что он такой Я бы только таким путем Ушел к епископу Немедленно Сегодня же Все дела бросил И поехал А он сам такой епископ А я узнаю на месте Если он ничего не делает Я спрошу А почему мер не принимаете Вы же должны принять Согласно канону Нет значит я сообщаю Синод Поеду и туда Законным путем идти надо А стали бы другим говорить Чтобы в него не причащались Я об этом думал Думаю не стал бы Не стал Не знаю даже прав я был Были не прав Но не стал Потому что Это ничего не даст Оттуда придет решение Законным путем должен быть Заменен другим Вот мне пишут Мы так хотели потеряевку У нас тут такой священник Запился совсем Ну помолитесь Я только помолился Они за мной Сегодня узнали Его убрали Как же так Сразу то убрали его Я говорю дальше будем молиться Проходит еще несколько дней Они говорят там Такого хорошего священника прислали Молитва Может со мной не связано никак Но ко мне обращались Я молился Поступил ответ Я благодарю Бога Молитва Давай дальше Ну почитаю Потом еще Попробуем Третий стих Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший нас во Христе Всяким духовным благословением в небесах Толкованием Вот и Бог и Отец одного и того же Христа Двоеточие Бог как воплотившего Гося А Отец как Богослово В отличии от иудейского благословения Он назвал это духовным Ибо то было более телесным Бог благословит сказано плод чрева твоего Таразакония 7.13 И благословит вхождение твое и исхождение твое Здесь же всякое благословение духовное И ни в чем у нас нет недостатка Ибо мы сделались бессмертными и сынами Божьими и сонаследниками Христа И начаток наш приемлет поклонение от вышних сил Посему справедливо сказал Всяким благословением Потому что нам даровано все божественное и духовное Во Христе То есть через Иисуса Христа дано нам благословение А не через Моисея как иудея Поэтому не только качеством благ Но и посредником отличаемся от них Как бы поясняя Почему наше благословение духовно Он говорит в небесах Ибо благословение иудеев было на земле А посему и телесно Далее цитата библейская Ты будешь говориться Есть от трудов рук твоих В землю где течет молоко и мед Благословит Господь землю твою В этом сказано Дальше приводится местописание Псалтир 127.2 Исход 33.3 Второзаконие 11.27 и 31 А здесь ничего нет земного Но все небесное У христиан имеется Поэтому то и духовно наше благословение Ибо царство небесное обещано нищим А гонимым Великая награда на небесах Матфея 5.3 То есть благословение которое мы получаем Оно нам благословляет небесное царство А не то что сейчас я Бог благословил У тебя там квартира, дом появился, машина Я просто слушал протестантского проповедника И они понимают благословение так Но в частности эти люди Не вообще все, я за всех не говорю Максим Максима Нет, это другой Я не буду этого называть То есть ты если благословен от Бога Значит у тебя все будет нормально Ты успешный бизнесмен у тебя Даже не бизнесмен, рабочий Ну у тебя и имущество есть, все То есть благословение А вот я сейчас слушаю толкование Там написано Действительно В небесах То есть благословение Распространяется не на земную Твою жизнь Это не означает что ты будешь богат Наоборот, ты, может быть, даже Еще больше заболеешь Может, для тебе это и будет благословением Потому что через это ты спасешься Может быть, ты еще больше обничаешь И это будет для тебя благословением Потому что ты от своего Сребролюбия отстанешь Вот в небесах Вот это очень важный момент Я вот читал и вначале не понял, а прослушал толкование и подновилось. Читаешь вот так и как-то знаете, мимо ушей. Можно? Можно. Я хотел бы немножко эйфорию брата остановить. Чуть-чуть, ненамного. Господь говорит, прежде ищи ли царство небесное, а это приложится вам. А это? Там перечисляется перед этим питье пища, без этого никак, одеяние. И что-то дальше больше ничего. Но я так понимаю, что тут у нас Сибирь, матушка, и вот сейчас в Нью-Йорк пришли морозы. Сразу в первый день 19 человек нету. Кто? Бомжи в картонных коробках жили в Нью-Йорке, а там минус 15. И как они там жили, так навечно и застыли. Потому что они же не знали, какой холод. А у нас, если сейчас бомжи в картонных коробках, а если людей? Поэтому Господь тут у нас где-то холодно еще дает как бы к одеянию и жилье даже, я смотрю. Хоть Игнать Тихон еще сколько у нас кричал. Кто у нас тут это, давайте жилье братьям, все. И как-то потихоньку оно нормализовалось, чик-чик, и гляди, все с жильем. Ну, кое-кто без жилья, но надо немножко же характер менять, и тоже будешь жильем. То есть я к тому говорю тебе, брат, что Господь и сейчас дает свои благословения для твоего плоти. Уж у тебя-то грех жаловаться. И 100%. И поэтому, ну что там говорить, это благословение, а откуда это идет? От Авраама, идет от Исаака, от Якова. Он все эти благословения давал еврейскому народу. А мы новые евреи, потому что мы от Авраама поверье. Поэтому, ну не может Господь и не благословить земную жизнь. Возьмет Игнатий Тихоновича. Он вообще отказывается от этой земной жизни в году Царству Небесному. Он показывает, как это надо еще делать. А Господь его прямо нагнетает богатство. Вот он бы взял, начал бы книги свои продавать. Он бы уже был на другом совсем уровне почтения. Он бы сейчас ездил бы лучше, чем у машины у Севастьяна была бы. За рулем. Дедушка. Но он этого не делает. Он показывает, как благословение есть именно для Царства Небесного. Чтобы они были здесь уже на земле. И Господь как раз сказал, покайтесь, говорит, и веруйте в Евангелие. И вот Евангелие, начало проповеди, и это и есть начало Царства Небесного. Тысячелетие Царства Христа. И никто не знает из сектантов этого. Понимаешь? Простое дело, казалось бы. Вот оно, Царство Небесное, здесь, на земле. Как оно не будет благословено? Поэтому, ну как бы я понимаю тебя, что там будет, да, здесь, здесь очень много трудов, здесь очень много скорбей. И поэтому для утешения Господь дает благословение свое, чтобы о том, а может тебе там болезни больше? Ну, конечно, это понятно, болезни будут, как Сергия взять. Ну, ему как болезни больше, Игнать Игнатьич приходит, говорит, давайте помолимся, там что-то совсем ему плохо. И мне кажется, Господи, да зачем ты ему такие болезни даешь? Потом раз, и вот это осложнение. Вдруг что-то начинает на Игнать Игнать Игнатьича, кого-то вызывают, а потом раз, покаяние. То есть у него, правда, действительно болезнь его за Христула. И он уже на покаянии. Игнать Игнать Игнатьич, я с вами солидарен, нет, я что-то, а что там было с человеком? Там непонятно. И Господь, правда, дал побольше болезней. И этот уже есть, да, я понимаю. Но Господь дает и здравие, и об этом прям пишется все. А где пишется? Вот только что ты сам произносил ла этого блудника. Вот только что апостол Павел говорит ему, я, что вы, сатана взял его там, и так далее. И тут же раз он покаялся, братья, давайте утешимся, вы его там тоже утешите, чтобы он многого не налагал на себя, скорбей, пускай восстановится. То есть везде должна быть милость, дружелюбие. О чем сегодня было бы это у нас проповедь? И чтение апостольское. Имея пропитание и одежду, будем довольны с ним. Да, одежду, я забыл место писания, Сирахова, где написано так, питание, главные потребности для жизни человека, это можно по симфонии посмотреть, вот у Игнать Игнатьича, если по Никону. Одежда и дом, прикрывающий плоть. То есть одежда и дом идут вместе, потому что одна функция, прикрываем плоть. То есть то, что ты дополнил, это в принципе в контексте. Но можно дом иметь, как у Игнатия Тихоновича, а можно иметь коттедж со всеми системами. То есть плоть-то можно прикрыть по-разному. Вот у него плоть побольше, поэтому я разъедаюсь. То есть такой момент. Нет, ну дополнение правильно, что сказать. Дом тоже нужен к одежде, а к воде нужно еще и мясо, где выварилось там. Игнатий Игоревич, Иван, слово. Все уже сказали. Понимаете, вот когда Ян Глатаус сказал это слово, то его можно маленько расширить. Он говорит, слава имеет такое свойство. Чем больше ты до ней гонишься, она как привилегивая девица. Она говорит, от тебя убегает, только пятки сверкают. А если ты от нее убегаешь, а девица-то в тебя уже влюбилась, она тебя догонит. То есть наоборот. И вот так и здесь. Я ни к чему не привязан, как сказал, ну так уже с детства приучен где-то. И вот это вот я считаю, как с неба Бог опустил, два дома, центр города. Я подойду, даже ребятам говорят, смотрите, вот косяки, я все разглаживаю. Я ничего не прилагал руки. И вдруг мне это дано. Зачем? Но когда я вспомнил, что ходатайствовали за одного и говорит, Господи, он нам, говорит, и синагогу построил. А я семь синагог построил. Вы знаете, в Саманный домик, там мы отдельно молились, а в лагере, на Скворечнике, на Никетино, где... Мне народ дорог. Вот я скажу, у вас сны такие, как у меня или нет. Я почти каждую ночь вижу ректоров, университетов, как я договариваюсь о новых помещениях. Я все время об этом молюсь. Он и сон-то в руку идет. И даже не верится, что и Сигнеева нет, и университет где-то ушел. Коршунов сейчас еще, все еще там. А там Коршунов был. Да, еще Коршунов, да. Да, и Коршунов за нас специальный, говорит, а ходатайствовал в Москве. Но Москва, владелец университетских зданий, в Москве оказывается, как храм Христа Спасителя, и сказали всех, потому что влияние на молодежь, но нам доверить, значит, надо проверить. И в тюрьме отсадили, никого не пускают. Да. Ну, у нас поприще открылось другое. Да, другое. Я хотел сказать. Сильное поприще. Ведущий ты, ты начал говорить. А он тебе не давал указания. Почему я? Давал? Не давал. Не давал. Так что, имей в виду, к чему обратиться. А, можно еще? Он? Я просто хотел, чтобы были внимательны к слышанному и умели ценить то, что у нас есть. Вот это вот, представьте, приезжает Коломищенко, Олег был. Вот эти вот двери порубить, вот эти столы. Он все это сделал. Приехал, сделал и уехал. Сделал так, а хорошо. Игнатьевна, чего вы меня никогда не поминаете? Вот Коломеченко, Коломеченко, руку не поднимал. Тебе держит. Ну, меня-то можно вспомнить? Вообще-то мы тут с ним вдвоем сделали все это. Да ты что? Ну, конечно. Вот прям Коломеченко у вас молодец. А то, что я вот эти проекты разрабатывал, это ничего не значит. И ты там уже был. Я не просто был. Я активный деятель. Вдвоем мы были здесь. Когда он вас спрашивает, а ты, кто делал, братья делали, а ты? Ну, и я там был, а сам руководитель. Игнатьевна, я к тому, чтобы если вдруг кто-то скажет, мы такие же желаем, чтобы не Коломеченко звали, а в принципе меня можно. Ладно. У него главное было что? У него была пила. И он меня с этой пилой везде так, иди туда, а я с пилой. Давайте по делу. Ну, прости, у меня технический вопрос. Вот у нас читает ведущий текст Библии, или может каждый, кто желает? Кому он скажет? Кому он даст за ведущие? Даже на занятиях он дает указания, он ведущий. И он говорит, Сергей, читай, Ильин, или Вячеслав, читай. И он читает. Кальмаев считает. Марьясов считает. Он сам читает. Он должен сказать. А толкование он читает. А кому сущее, это называется сущее, то есть евангельское, это из Библии, он тоже дает указание читать. Третьяков, читай, читай. Такой порядок, его не нарушайте. Сейчас просто один четвертый. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Толкование. Благословил, говорит, нас через Христа, равно как и избрал через Него, то есть через веру в Него. Избрал прежде создания мира, ибо соделанное для нас предопределено от века. Не новое что-либо совершается, но производится в исполнении положенное изначал. А слово избрал указывает и на божественное человеколюбие, и на добродетель их, ибо Он избирает всех, которые будут достойны. Чтобы ты, услыхав, что Он избрал, не сделался беспечным, как уже избранный, Он говорит. Для того нас Бог избрал, чтобы мы были святыми и непорочными, оставаясь верными той святости, которую Он даровал нам при крещении и проводя жизнь добродетельную. Свят же тот, кто держится веры, а непорочен тот, кто безукоризнен в своей жизни. Святости же и непорочности Он, Бог, требует не простой, но пред Ним. Много пребывает святых пред людьми, каковы фарисеи, но не пред Богом. Это и Давид говорит, по чистоте рук моих, по какой? Пред очами его, Псалом 17, 25. И Исайя также. Очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Исайя 1, 16. Вот сейчас брат Игорь сказал, Сергей, это парализованный козлов, о нем сказал. Я вот прикидываю, будь я на его месте, я даже вообразить не могу. От страха сердце сжимается, у меня все с промежности начинает моржить, и голова вот такая, да как вот так. И представь, что он делает. Что он делает сегодня, в этот день. Скажите, я хочу, у меня есть опыт беседы с сектантами, вы знаете это. Дайте мне сегодня беседовать с теговистами. А он устроил, договорился, сейчас в 7 часов сегодня встреча. Лежащий, парализованный. Да еще каких людей, руководитель, пресс-фитер и рептованник. Так что помолитесь, сегодня в 7 часов вечера. Парализованный. Это мы парализованы, а не он. По скайпу? По скайпу будете встречаться? Ну как, не успею доехать так-то. Только по скайпу. Вот такая штука, брат. Сегодня договорился, и я дал согласие. Я бы только по часам надо смотреть. Они обычно взрывные, до конца не договорят и убегают. А поучаствовать нельзя? Какие есть? Послушать онлайн-то никак. Ну я не знаю, только около меня рядом сидеть, если. Потом послушаешь, не надо никуда. Это к Сергею. Вот такая история. Вот парализованный. Чудо. Ну это, Надежду Павловну возьмите, какая была. Тоже бабка уже там, какая, еле ходила. Все с головой. А сколько она вам всего этого привезла? Этих начальников и так далее. Вот до горшков ночных, все от нее. Такая вот была деятельная. А я ее принимать сначала не хотел. Я в жизни ошибался в людях столько раз. Даже сказать нельзя. Вот кому я был расположен, он взялся изменником, предателем и трусом. Даже взять потеряйки староста. Это я предлагал избрать Сашу Муху. А Дуся не согласна была. Она говорит, барабаша. Саша уйдет, а у той разладится с Игорем Айгорь, которого я вижу, что он какой-то, говорит, как ни рыба, ни мясо. А он оказался как надо, больше всего. И мы сделали с друзьями разве, как в мире переворачивается все вот так. А хоть Игорь придет, на неделе приезжает, мы расстаться не можем с ним. Вот настолько близко все. Игорь Иванович, Юлию тоже крестить не хотели. Нет, мы другое. Я про Юлию говорю, крестить-то не хотели ее тоже. Я хотел спросить о духовном благословении. Игорь Тихонович, вот к вам вопрос можно? Духовное благословение, что это такое? Как это пощупать? Вот написано, что благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Как это? Это благодать Духа, которую мы получаем в таинствах? Или это вообще какой-то? Я отвечаю. А таинствах речи даже нет. Я говорю, следующая тема у нас будет. Римлянам 8 глава, 9 стих. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Идем оттуда, со мной Андрей Устинов идет. Он говорит, а что вот я рожден свыше там, или Дух Святой имеет. А кто я должен сам знать это? Или мне кто-то скажет? Ну, то есть, в самом деле вопрос. Один раз я говорю, знаете, тема следующего занятия будет такой. Почему я такой злой? Вредно. А со мной идет Глушков и говорит, а как я могу узнать все про вас? Я говорю, а почему про нас-то? Ты злой, почему? Я? Да, конечно, ты. Почему? Вредно. Мы никак не можем к себе присвоить. Написано, усваивай и присваивай. Что такое благословение духовное? То, что мы не ошибемся, если скажем небесное. То, что душа идет к Господу Богу. Духовное, все. Что? На первом месте, конечно, молитва. И дальше что? Это триада идет. Триада. Пост, милосты и молитва. Вот это они неразрывно должны быть. Духовное благословение. Ну, конечно, ни о каком грехе большом не может быть. Но о сон ходит, да. Сон один из определителей, как человек живет. Вот мы на неделе... Ну, не я... Это Таня Муха. Вот ее дочка. Она активная такая и какой-то день назначает посещение больных. Ну, и Надежда Васильевна мне знает. Я уезжаю в благословение. Ты уезжаешь, а меня бросил. Я с ней прилепляюсь. Ну, я уже по больным. И вот приезжаем к одной душе. Ну, поговорили. Ну, больная, больная там. А во сколько встаешь? Ну, когда как. Вот ученики, когда как. В лагерь приезжают, когда как. Я говорю, ну, обыкновенно. Понедельник во сколько встаешь? А когда? Когда учатся или не учатся? Ну, не учатся. Иногда в час. В час дня встаю. Иногда в час. А я говорю, а ты как? Ну, я говорю, ты рожусь рано, говорит. В 10 часов, а встаю в 7. Я говорю, и сколько это получается? 9. За 7 часов сон перевалит от деградации личности. Ты на болезнь сбрасываешь? Вот ты и болеешь по этому. Ты не давай в виду, что ты болеешь. Это не болезнь. Какая это болезнь? Болезнь, вот он парализованный лежит. Вот он переломанный. Это тоже не очень болезнь. Ноги ходят, желудок работает. Два хотя бы здесь возьми. И вот теперь смотри духовное. Мне это нужно, руки, ноги. Да, для благовестия я хожу, я благословен. Я решил вот это и сдать. Ну понимаешь, нет? Это надо все в голове было держать. Вот это в книгах-то. Это все сегодня понимают. Там называются энциклипедические знания, там прочее. Я так не считаю. Ну одно-то 3467 стихотворений по 9 куплетам. Это страница. А пачки бумаг продаются, это сколько? 500 листов, да? 500, да. Я не помню, сколько там. 500. Это получается 7 пачек. Я их писал полностью. Карандашом и ни одной помарки нет. Это ни один человек не поверит. Но на нас стихотворения похоже хоть маленько? Похоже, похоже. А смысл-то какой заложен? Я сегодня их считаю стихотворение, как будто я их первый раз вижу. А что это? Это благословение. Первый издаю книга стихов. Денег нету. И вдруг этот человек приходит, молилась, Егоренка умерла. На 40-й день она зашла только к Господу. На 40-й день пришел человек с деньгами. Который совершенно чужой, не нашего круга. Понимаешь, благословение. И после этого 38. Это вообразить нельзя. Дальше это с 8-го тома я версткой сам занимаюсь. А все знают, что такое верстка. Я на каждом томе сэкономил 31 тысячу рублей. На каждом томе. Сам, потому что делал. Это Бог делает. У меня нет ни одного дела, в котором я не видел бы благословение духовное, небесное. Вот я искал воздать людям, которые мне помогли. Всех до одного нашел. У нас же тех, которых нигде нельзя было найти. Вот сейчас сегодня Пактор рассказывает. И он зашел. Я думал, что твоя супруга это сделала. Она же говорит, нет. Говорит, он сам нашел. Или та Жайнакова, которая казашка там. Еще одного не могу найти, врача Рингова. С кем они вдвоем меня там вытащили. Про этого врача как раз хотел сказать. Она старается помочь. И купила какие-то вафли мне. Ну и когда за ширмой-то я зашел. И она мне там подсумла, пока я тут смотрю, что тут. Да ты вот съешь это дело. Я думаю, миленько, знала бы это. Ты бы кирпич хлеба мне дала черного. А вафли-то что во рту расставили-то? Не хватает хлеба. Не хватает. Так уж в обед корочку отломлю, в карман положу. А еще ночная смена и ночью под язык подложу кусочек хлеба, как валидол. Организм не может работать, сердце останавливается. Хлеба хоть немного. Вы не знаете, что такое. Вот допустим, не может человек, я ему говорю, замолчи. Ну не надо там где-то кто-то говорит, замолчи. Не был ты в тюрьме. Ты в один день научишься молчать. Там любого слабают. А были люди, которые не покоряются? Были, да еще не получилось. За ребро на крюк будут подвешивать. Белый лебедь называется. И ничего нельзя сделать. Поэтому заранее надо к этому готовиться. Вот ты услышал благословение? Вот ты сам едешь в квартиры. Я ничего не строил здесь. Вот это меня с неба Бог опустил. В центре города. Ты знаешь, это сколько миллионов сейчас стоит в городе сделать? А у меня ничего нету. И вдруг перестроили. Вот это сварить, Николай Польгу и все это. Этот вокруг, не говоря ничего, обшили. Тут этот, с костью муха. Этот пропенил все. Я приезжаю, все сделано. Крышу перекрыли. И главное делать начинать, когда меня нету. Чтобы я им мешаю. Да и правильно. Ну так же. Это успех в делах духовных благословения. Это не просто так. Люди приходят, молятся. Это все в духовном. Им прикрыть-то надо где-то. Уголь почем? Приехал тут спрашивать. Я говорю, я не знаю. Как не знаете? Так все покупают. Миша для этого есть. Михаил Петрович. Распоряжается. Откуда он взялся? У меня, куда я ни гляну, руки, ноги, глаза. Это вы, мои глаза, руки, ноги. Это духовное благословение. У меня столько врагов. Сейчас что они делают? Это, знаете, в Одноклассниках открыли несколько страниц. И там меня голову отрезает. И там я блуд с кем-то делаю. На Надежду Васильевну. Говорят, ну она там в чем виновата? Ее там растелешивают. Она не знает. А то запомирала от страха. Благо мне. Все, я пострадал. Добавил возвеличить имя твое святое. Они тебя запачкали, как Феодосия. Оптер руки. Да нет, вроде бы не запачкали. Я сижу дома. Это духовное благословение. А врагов бы не было, это уже не ладно. А у меня столько врагов. И они ничего не могут сделать. А некоторые обращаются, каются. Каются. Я говорил, да у меня поп настроил. Ну я знаю, так. Всякие дулевища. Там это никто. Дым. Пар. Только за них молиться. А кто он тут? Да никто. Я знаю, это часто причащаются. Это люди, которые часто причащаются. Недостойно добавляю. Они бесноватые. Они погибают. А на мне они спотыкаются. Господи, прости им. Судный день не напомни им. Это благословение духовное. У меня нет ни одного пункта, где бы я не был благословен. Нигде нет. Более сложные вопросы вам их дать. Довальчик. Благословение вы ответили. И все. Написано. Объясню. Я не могу вставать. Больной. В тюрьме. И не было ни одной ночи, чтобы меня Бог среди ночи не поднял на молитву. Не было ни разу, чтобы я проспал 4 часа. 2 часа утренняя молитва. Каждый день 5 молитв, часа по полтора. Псалтырь просчитываю за 2 дня полностью. Новый завет. Каждую неделю Новый завет. От корки до корки. Это благословение. Преступники становятся на колени, каются по 7 человек. Понимаешь? Нет. Я не хотел туда идти. Это Бог делать. Как будто это не я. Как будто это кто-то другой. Вот мне приговор защитывать, я стою. А судья, брови такие у него красивые, как у Брежнева. Я говорю, вы еще на меня злитесь-то. Все равно же меня осудите. По-хорошему. Давайте. Яков Иванович. Мордовин. Проходит короткое время. Приговор защитывает. Но вы поняли? Я вот так стою. А тут за решетки тогда еще не было. Я вот так два раза шагу, и на той стороне буду. Я с пророком Ильей, как на колесисты, пройду этот срок. Суд закончился. Благословение. А теперь в тюрьме, смотри, сколько людей. Бороду снять. Здесь начальник благословил не трогать. Соломин Александр Семенович. Как я благодарен ему. Он со мной все время беседовал. Умер по-христиански. Начальник тюрьмы, полковник. Следователь обратился, принял крещение, полное погружение. Благословение. Я спрашиваю баптистов, даже, говорит, не слыхали этого. Что Бог делает? А там, а там уже никак нельзя. Нас, говорят, здесь трепать будут. Бороду надо снять. Приходит начальник политоотдела, лагеря. Расстилает простынь и стрижет меня чеченец. Я чувствую она так вот машинкой. А меня Аллах не накажет, что я... Я говорю, да ты ж вот невольно еще. Бороду собрали, а потом пишут, центральная газета, российская газета путинская, она пишет, у Ваткина две бороды на случай страшного суда. Одна у меня в платочке лежит, а другая на себе. Я оттуда вынес. Это благословение? Благословение. Приходят письма, ходатствуют за меня Япония. Чего там христиане? Финляндия, Австралия, ООН. А начальник политоотдела меня вызывает и говорит, письма выдать нельзя, вытаскивает горой вот так вот. Меня одного запирают, считайте здесь, а потом я вас открою вечером. Это все делается тайно. Сегодня можно сказать, лагерь расформирован. Это Бог делает. Когда пути человеку угодны Богу, это здорово. Соломон говорит, тогда и врагов примеряет с ним. Врагов. А они мне враги, коммунисты. Вот я тебе отвечаю. Дальше. Познание Слова Божия. Дал мне Господь памяти. Это благословение Господне. На жития, на христианскую поэзию, на Библию, на каноны. Вот это вот, что только написать. 26-й том, мне нужно 20 тысяч файлов прокручивать в голове. Почитай там. По определенной тематике 300 поэтов за 300 лет что сказали. Сегодня никто не может поверить, что эта книга такая сделана. Она сделана. Это благословение. Благословение. Вот сейчас пока я не успевал, я сейчас занимаюсь ответить по Корану. Еще добавку маленькую сделать. Сколько упустил Мухаммад моментов. Показать, сколько моментов было. Пять книг Соломона. Он только Сулеймана и ни одного стиха не привел. Как? Почему? Если это от Бога. Сулейман правильно, мудрый. Дальше. А о нем все это выдумки. И ни одной книги не поминает, и ни одной притчи. Дуайт, это Давыд. Он его поминает в Коране. Но ни одного псалма, ни одного стиха. А я сейчас статистику даю. Сколько стихов? И столько раз он пропустил мимо. Дауд. Никакой Джабраил не мог пропустить. Дауд. Дауд. Ну да, дауд. А то уж ничего не решает. Дальше говорит Исаий Иисус. Я беру 4 Евангелия, показываю, не глапо стихов, сколько он пропустил. Ты не можешь, чтобы Джабраил не открыл, когда сам Гавриил говорил дяре Марии. Значит, откровение это не могло быть от этого Гавриила. Это от кого-то другого. Можно спросить. Вот есть такая версия, что Коран придумали евреи, чтобы руками мусульман бороться с христианством. Не верю в это. Не верю. Абсолютно не верю. Он независимый был. Он от евреев как раз там жили Несториане, еретики. Он от них многое взял. Ты почитай Коран. Так, как у них написано. Он сидел в пещере, на него нападал злой дух. Он падал, бесновался, пену испускал. Это все у Данила Сысоева по частям расписано. Но это так написано. То есть еврей не мог ему советовать диктовать? Но сейчас ЕГИЛ. Для чего? Ну что евреи могли быть замешаны в этих знаниях, которые подсунули ему. Что он не воскрес, Христос. Что не распят. То есть он с христианами-то не знался. Он знался с христианами, еретиками. Кто написал? Мухаммад назвал. Это Магомед по-нашему. Но ты сегодня подумай, вот на весь мир такая война идет. Это столько террористов. Зачем все это еврейские штучки? Цифра 12, знаете, Михалков поставил фильм, 12 называется. И там один говорит, это все еврейские штучки. Почему? Евреям это выгодно. Да как же выгодно, там же рядом Израиль. А вы думаете, как люди антихриста пожелают? Когда весь мир задохнется в этих взрывах, и ничего нельзя сделать будет. И возопят, дайте мир, что угодно сделайте мир. А евреи все, каждого держат на учете. А это в течение одной недели ни одного игиловца не будет. Всех до одного. Говорят, повешают или этнические бомбы. Что угодно могут сделать. Почему? Потому что доведен мир до истерики будет. Выйти невозможно. И в доме не спасешься. Но тогда он установит такую диктатуру. Вот сегодня мне обращается один, говорит, в каком сочинении у Игнатия Бричинина написано, он говорит, что русские примут антихриста. Это торжественный день будет, когда его церковь православная антихриста вещать будет. Православные готовы. Это первые, кто примет антихриста православные. И при том это уже говорит не один человек. Игнатий, у вас есть же эта тематика, вы просто упустили. Он говорит, евреи придумали Коран. Так там же в Коране про евреев написано, как их убивать правильно. Написано, как евреев убивать. И как христиан убивать отдельно. Это отдельная тема у них. Убивать меч по шее еврея. Он там спрятался за камень. А ты спроси камень. Камень, за тобой есть еврей? И камень. Да, да, он здесь. И камень покажет тебе этого. Врага. И мечь пошла его. Как и как поднижать, в Коране этого нету. Евреи и христиане называются люди писания. Их нельзя убивать. А даже не примут мусульманство. Но наложить закат. Это налог. Моя язычника. Он принимает. Принимает грезы. Не принимает. Вот сейчас, которые там отрезают. Их вырезают всех подряд. А христиане нет. Мы люди писания. Есть люди писания, но... Нам слишком много они давят. Ну, с 92-й суры начинается меч по шее. И христианам, и... Не христианам, не христианам. Ну, евреев точно есть. Однозначно. Да. Откуда, да? Это писание. Сомнительное. Сомнительное. Не христианам это не сказано. Специально вопросом занимался. Там, по-моему, не касается. Наоборот, даже если ты еврей, тебя не тронут. Ага. Да. Да, да. Все там есть. Они вот что говорят. А где вы видели, что по писанию живут в Европе, как они живут там? Гомосексуалисты, гей-парады. Они про мы. Я в доме Мулы когда был, говорю, вы не считайтесь радикалами. Ну, вот представьте, такие, они сегодня как ИГИЛ. И вам дать. И дать только Коран. Две капитры, и говорить поровну. Они вас за час задолбят. А они именно те, которые фундаменталисты называются. Точно по Корану. Они по Корану и говорят. Женщина идет, сказали, все женщины должны носить только черное одеяние. И не просто так, а даже сверху только одна щель. Она одела красная. Еще ее потянуло, не знаю, и показывает на площади, ее допрашивают. И тут уже убили, сразу застрелили и все. Все до одной платья до пола. Все до одной идут вот так вот. И одна идет еще и снимает тайну, что они делают. И когда ее остановили, я, говорит, испугалась. Думали, наверное, заметили. И она это все выставила, что они вот как убивают и все. Какие женщины у них героические. Знают, что голову отсекут, а все равно засняла и показала миру. Так что они на своем месте. Это бич божий. Но евреи это знают. Через них они приходят к мировому ладышеству. Вот ответ. Аминь. По описанию вопрос. Духовное благословение дается нам через избрание. А где наши дела? Смотрите, написано. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в нем прежде создания мира. То есть благословил, потому что прежде нас избрал. Для православных, это как ересь. Когда я говорю, я избранник Божьего Матери. Ты что о себе думаешь? Да как ты? А Максим Степаненко выступил, и все места об избрании говорит, вы еще на лапки нападаете, вы не верующие совсем. Он говорит вам по писанию. Избрал. Если избрал, значит, он предопределил заранее и записал на небесах. Я могу там и падать, и вставать, но Бог, в конце концов, приведет меня к своему престолу. А как определять? Я говорю, определите, у меня только один был детский молитва. Спрятаться куда-то и помолиться. У нас никого в семье не было, а у меня было. Я не знал, куда удалиться. Пошли куда-то, а я сразу и помолиться. Ребенок. Мать уйдет, я не знаю, как я рано считал, пять лет я уже газеты считал. Псалтырь лежит на Славянском. Мать уйдет, я переписываю молитву, заучиваю. Да это не свойственно ребенку-то. И какая вера? В школе не было, учительница идет на встречу, а мы идем по мосту там, деваться некуда. Она смотрит на нас, а там строго взыскивали. Господи, чтобы она не видела меня. Она идет, даже на меня не посмотрела. А я вот все себе беру. Собака большая кинулась, остановилась. Вот мы были у этих, у Ивана Суворова, отец там был, и на него большой пес кинулся. Но я, говорит, а я шел в церковь. И он как схватил, вот так вот руку в пасть, рука в пасть. Я, говорит, вот так внутри ее перекрестил. Внутри кистью. Он кистью не перекустил, а кобель здоровый такой, говорит. Он как завизжал, говорит, руку-то отпустил, ну правда осталось, все, говорит. И как рванул, говорит, внутри, вот православная вера какая. Внутри пасти льва. Я там все записал, как он рассказывает. А как человеку определить, избранник он или нет? Допустим, вы это поняли, что вы избранник. А вот человек сидит рядом, вот ведущий, и думает, а я избранник или нет? Я понял, но молитва. Вот я, допустим, знаю, меньше семи раз в день нельзя, чтобы не молиться. И только полез с голубя, уже нет, я тогда у голубя начинаю там молиться. У меня там висит лестовка, куда бы ни пошел. Вот пошли за малиной, я показал, где удобно молиться. Делаем, сплотянул, я сразу показал, где молиться. Ну Сергей, Никита сколько раз на молитву призывал? Так? Это внутренно. Ты это понял, Никита? Избранник. И он это знает. Если Никита понял, значит он избранник. Сергей. Давайте помолим. Да смотри. Тихо, тихо, тихо. Да, Владимир? Аператор? У меня вопрос. Что даст человеку, если он узнает, что он избран? А если он узнает, что он не избран? Да, там говорит, он так и говорит. Правильно. А если человек узнает, что он не избран, тогда я пошел жить по своей воле, по своим похотям. Ну там избранные, пусть они живут, они же избранные. А я-то не избранный, я пойду гулять. Так понятно? Вот это с Артамошиным такой у меня товарищ был, которому песню посвятил, я его пел. И с Игнатием Тихоновичем беседует и рассказывает, и говорит, вот я, говорит, пока, говорит, не поговорил с Игорем Дыбуновым, говорит, я, говорит, думал, что верующий, а поговорил, говорит, и теперь, говорит, с вами решил поговорить, и теперь я понял, говорит, что у меня в церковь никогда не пойду больше. Все. Поговорили, просто говорили, я ему рассказал Библию. И мне пришлось целиком два дня ему рассказывать Библию. Он не хочет читать. Пришлось рассказать. Еврейские вопросы. Все, что у него было в душе, все подняли, все вытряхнули вот это вот. И он сделал вывод, а я неверующий, встал и все неверующий. Нету верующий. Так коротко скажу. Один из примеров, я скажу, такой, что никогда не отчаивайся избранный Божий. У него внутренняя всегда радость. Это признаки, по которым может определить. Он не воходит в отчаяние. Совершенно ненасеянная обстановка, но внутри, как у него какой-то на особой струне звук идет. Он не идет, но ты его как бы чувствуешь. Бог тебя ведет. И долго терпит, не бросит. Он обязательно выведет тебя. И обязательно покажет. Даст силу. Крест не будет сверх силы у тебя. Я спрашиваю, ты это чувствовал? Не знаю. Я одно только просил. Дай дух молитвы у Господи, когда меня арестуют. С баптистами разговаривал, они даже не знают, что это такое. Молитва. Как у Ниеми была. Стоял перед царем, я помолился. То есть, мгновенно, и как вспышка, и сразу идет ответ. Я хочу, чтобы вы прокомментировали свои слова. Вот вы сказали по избранию еще давно, что избрание Божие зависит от Бога, а быть неизбранным зависит от человека. Правильно я процитировал? Вот прокомментируй, чтобы воду в ступе нам не толочь. Отклик. То есть, мне звонок, а я открою телефон или не открою, я знаю, звонят, опять звонят, опять тревожат. Вот я знаю люди, которые отключают телефоны. То ребенок у них, то, чтобы он очень не беспокоит. Мне никогда не понять этих людей. Ты понял, что когда ты звонок выключил, я не говорю, в храме, ты понял, что ты никому не нужен. А тебя может ищут человек, у которого жизнь и смерть только. Я даже представить не могу. Я его никогда не выключаю. Прихожу вот сюда, положу, мне говорят, там звонит, я выхожу и беру. Я этого никогда не пойму. А люди такие встречали, все на одного из общин ушли, кто телефонный выключали. Как Роман Шумко и другие, все они выключали. Им это не надо. Это другое совсем. Потому что у меня непрерывная связь с Богом. Непрерывная. Только что-то было, я опять на молитву. Я вот беру кошку в руки или что-то. Я все думаю, Господи, сколько здесь заложено непостижимой тайны. И везде рука твоя. В небесах проповедут славу Божию. А в делах рук вещает твердь. То есть у меня все время наполнено благодарностью словословим внутреннее мышление. О чем бы я ни смотрел, о чем бы ни говорил. Вот это избрание означает, то есть тебя все время это теплый ветер, я грубо говорю. Весны веет на тебя в любой холод. 6 минут осталось. Три. Три? Три. Молимся. Да три еще давайте. Молимся. Пятый стих. Давай молимся, брат, ведущий у нас. Давай. Мы читаем. Никита, пятый стих читай. Да. Твоя глава. Первая. Православная. предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Толкование. Сказав, избрал, дал понять, что он, Бог, избрал нас, как достойных за нашу добродетель. Но так как не от нашей только добродетели зависит спасение, то добавил, в любви предопределив усыновить нас, то есть вследствие своего большого Бога человеколюбия возлюбив нас предопределил. Притом уверовать и прийти от нас зависит, хотя тоже по призванию Божию. Но удостоить пришедших усыновления это дело одной любви Его, Бога и человеколюбия. Посему Он присовокупил, предопределив усыновить. Какое же это усыновление? Которое к Нему приводит род наш и делает нас своими Ему. И это также через Иисуса Христа. Ибо хотя Отец предопределил, но Христос привел нас. Так как через Сына все блага, а не через какого-нибудь раба, то и честь славнее. Вот у меня тема-то. Хорошо бы ее два листа чтобы убрать кто-то засчитал ясным, щетким голосом. Про пользу Златоуста. Коротенькая. Сиди можно зачитать. Конечно. Святой Антон Златоуст о злословии. Что за польза, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев угрызаем и снедаем. Ты не вонзил зубов вплоть ближнего, но вонзил в его душу злую речь, ранил ее худой молвою, сделал тысячу зол и себе самому, и ему, и многим другим. Никто не говорит, тогда злословил бы я, когда бы говорил неправду, но если говорю истину, то уже не злословлю. Хотя бы ты, хотя бы в твоем злословии и была истина, в таком случае оно преступно. Фарисей злословим мытаря говорил истину, но это не принесло ему никакой пользы. В самом деле, скажи мне, разве мытарь не был мытарь и грешник? Всякий видит, что мытарь, но при всем том фарисей за осуждение его все дай ему увещание наедине, посоветуй, попроси, покажи любовь грешнику, уверь его, что напоминаешь ему о грехе, усердствуй и заботясь о нем, а не желая обесславить его. Но убеждаю тебя заграждать уши не только от злословящих, но и от тех, которые слушают злословящих, и подражать пророку, который говорит оклеветающего, ну тут цитата есть, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях. Псалом 105 стих. Скажи ближнему, ты намерен похвалить кого-нибудь и одобрить? Открываю слух, чтобы принять это благовоние. Если же хочешь злословить, заграждаю вход твоим словам, потому что не могу принять помета и нечистоты. Что за польза для меня узнать, что такое это злой человек? Напротив, отсюда величайший вред и крайний урон. Скажи ему, позаботимся о себе самих, о том, как нам дать ответ за свои грехи, и обратим на собственную жизнь эту пытливость и это беспокойное выведывание. Какого нам ждать извинения, какого прощения, когда мы о своих грехах и не думаем, а о чужих так любопытствуем? Как неприлично и весьма стыдно мимоходом заглядывать в дом и подмечать, что в нем делается, так крайне неблагородно и любопытствовать о чужой жизни? Еще смешнее то, что ведущие такую жизнь и не заботящиеся о своих делах, открывая какую-нибудь тайну, умоляют и заклинают того, кто их слушает, не пересказывать никому другому, чем и доказывают, что они сделали дело достойное осуждения. Если ты упрашиваешь его не пересказывать никому другому, то тем более тебе самому не следовало прежде говорить ему об этом. Слово было у тебя в полной власти, а ты, предав его, теперь заботишься о сохранении его. Если хочешь, чтобы оно не перенесено было к другому, то и сам не говори. А когда уже ты передал хранение слова другому, то лишнее и бесполезное дело уговаривать и заклинать, чтобы он хранил, что ему сказано. Цитата из Священного Писания на славянском языке. Слышал ли Си слово, говорит Премудрый, да умрет с тобою. Не убойся, не расторгнет тебя. Сирахов 19-10. Что значит да умрет с тобою? Вскрой его, закопай, не позволь ему выйти, не даже как-нибудь вообще двинуться, но всего более старайся даже не допускать, чтобы тебе говорили худо о других. А если когда и услышишь что-нибудь, подари, умертви сказанное, предай забвению, как будто ты не слышал, тогда будешь проводить настоящую жизнь весьма мирно и безопасно. Сами злословящие, когда узнают, что мы питаем больше отвращений к ним, нежели к тем, кого они оговаривают, оставят когда-нибудь эту худую привычку и справятся от своего недостатка, станут потом хвалить других. И нас самих провозгласят своими спасителями и благодетелями. И в самом деле, как доброе слово и похвала служат началом дружбе, так злоречие и клевета бывают началом и поводом к вражде, ненависти и тысячи растрей. И не другое, что доводит нас до нерадения о своих делах, как пытливость и разведывание о чужих делах. Потому что, кто любит злословить и разведывать о чужой жизни, тому некогда позаботиться о собственной жизни. Так как он употребляет все свое старание на разведывание о чужом, то все, принадлежащие ему самому, по необходимости остаются в пренебрежении. И как было бы хорошо, если бы ты употреблял все время на попечение и суждение о своих собственных но так как ты постоянно заботишься о чужом, то когда тебе подумать о своих собственных недостатках? Будем же возлюблены избегать злословия, зная, что это настоящая пропасть дьявола и западня устроена его коварством. Дьявол довез нас до этой привычки, для того, чтобы мы не заботились о самих себе и подвергли себе тягчайшей ответственности. Но беда не в том только, что мы дадим тогда отчет в словах своих, но и в том, что мы через это сделаем свои собственные грехи более тяжкими и лишим себя вечного всякого извинения. Кто строго расследует чужие поступки, тот не получит никакого нисхождения к своим собственным, потому что Бог произнесет суд собственноручно, соответственно не только свойству наших преступлений, но и твоему суду о других. Поэтому и внушает он, не судите, да не судимы будете, Матфея 7.1, так грех явится там не только таким, каков он был, но и получит большее и неизбежное прибавление от произнесенного тобою суда о твоем собрате. Как человеколюбивый, кроткий, снисходительный человек значительно уменьшает тяжесть грехов, так жестокий, суровый и неумолимый много прибавляет к своим грехам. Если бы кто-нибудь начал ворочать помет в то время, как ты проходишь, скажи мне, не стал ли бы ты бронить его и укорять. Так поступи и со злословищем, потому что поступи и со злословищем, потому что не столько тронутая с места нечистота поражает обоняние тех, до кого доносится его зловоние, сколько рассказы, выводящие наружу чужие грехи и раскрывающие нечистую жизнь, оскорбляют и возмущают душу тех, кто их слышит. Кому надо? Кто хочет переписать себе? Надо распечатку сделать. Распечатать кто хочет? Ну это уже распечатывали. Ладно. Давай, давай. Достойно есть каково истину блажить истину огородницу преснов блаженную и пренепорочную и мать и Бога нашего чистнейшую Херубин и славнейшую без сравнения Серафим безысления Бога Слово Родшую Сущую Бога Родицу Тя величай И Тихоич, помолитесь. Отец наш Небесный, мы просим тебя во имя нашего Спасителя Иисуса Христа благослови нас Твоим духовным благословением Мы просим тебя Господи даруй мир Израилю Россию Украине и Сирии научи нас заботиться о своей душе и даруй духовное рождение свыше патриархам папам епископам священникам и пасте чтобы слово Твоя Святая Библия была светильником для души человеческой распусти нас миром научи нас ценить это драгоценное мирное время ибо отовсюду о страшном испытании грядущем на вселенную Тебе Боже слава за все Отец Сын и Святой Дух Аминь Отец Небесный мы просим тебя прими нашу молитву о издянии рук как жертву лечернюю благолухание приятное перед престолом благодати Твоей и соедини нашу молитву с молитвой всех святых молящихся тебе на небе и на земле услыши Господи исполни молитву всех поведавших нам молиться о них спаси их и помилуй Аллилуйя говори Господи Владыка слушай и слышит раб Твой Аминь С миром Божьим А это материал Настя Дробот просила помолиться об Андрее так ну давайте